Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 3818». «За что бывают войны? И если известно за что, то не грозит ли и нам эта беда?» Отвечает Игнатий Лапкин. Слово Божие, и это не сокрыло. Войны – суть наказания Божия за отступление от Его Слова, за преступную жизнь. А вот этого ныне в тысячу раз больше, чем тогда было. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди. Как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их в груди. Как слезы о ней вытирали украдкою. Как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измерены чаще, чем верстами. Шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, Как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждой русской околицей, Крестом своим рук ограждая живых, Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся За в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки Родина, Не дом городской, где я празднично жил, А эти проселки, что дедами пройдены, С простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую, Дорожной тоской от села до села, Со вдовью слезою и песнею женскую, Впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, По мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в салопчике плисовом, Весь белым, как на смерть одетый старик. Но что им сказать, чем учешить могли бы их, Но горе поняв своим бабьим чутьем, Ты помнишь, старуха сказала, родимые, Покуда идете, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажите, Мы вас подождем, говорили лиса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, Что следом за мной идут, за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарища на русской земле Раскидав позади. На наших глазах умирали товарищи, По русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, Но трижды поверив, что жизнь уже вся, Я все-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился. За то, что на ней умереть не завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что в бой провожая нас русская женщина, По-русски три раза меня обняла. 1941 год. К. Симонов. Притча 24.6. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, И успех будет при множестве совещаний. Иеремия 6.4. Приготовляйте против нее войну, Вставайте и пойдем в полдень. Горе нам, день уже склоняется, Распростираются вечерние тени. Иеремия 28.8. Пророки, которые издавна были прежде меня И прежде тебя, Предсказывали многим землям И великим царством войну, И бедствие, и мор. У нас особая земля, И все у нас особо как-то. Мы раз под осень короля Мы раз под осень короля Спустили любоваться шахтой, И к черту вместе с королем Спустили весь наследный дом. Иосиф Уткин. 1925 год. Псалом 104.15 стих. Не прикасайтесь к помазанным моим, И пророкам моим не делайте зла. По Кузнецкой улице Ехал поп на курице. Едет батюшка пешком, Тарантас накрыт мешком, А настречу аккурат Подымается отряд. Дескать, батя, что везешь? Дескать, стой, владыка. Дескать, миленький рожь. Дескать, батя, а не врешь? Дескать, покажи-ка. Заглянули в Тарантас, Увидали вот так раз. У попа в глазах черно Господи Иисусе. Трехлинейное зерно Не в поповском вкусе. Комиссар протер очки, Что ж благочинный. Угадали мужички Волка под овчиной. Да как взглянет на лицо, Да как скинет ружицо. На заборе про актрис. Интересно пишут. Ну-ка, батя, становись, Почитай афиши. По Кузнецкой улице Поп лежит на улице. 1934 год. Иосиф Уткин. Первое царство, 4.17. Побежал Израиль Перед филистимлянами, И поражение великое Произошло в народе. И оба сына твои, Офни и Финиес, умерли, И ковчег Божий взят. Апреля в первый день обман. Забава общая в народе. На выдумки лукавить дан. Ногая правда в нем, Не в моде. И все обманом заросло. Апреля в первое число. Одни шлют радостную весть, Друзей к досаде утешают. Другие лгут, И чем не есть, Друзей к досаде устрашают. Лукавство в раке принесло, Апреля в первое число. На что сеть только день, Один обманопраздником уставлен. Без самых малых он причин, Излишне столько предпрославлен. Весь год такое ремесло, Так целый год сие число. 1759 год, А.П. Сумаруков. Осия 4.2. Клятва и обман, Убийство и воровство, И прелюбодейство, Крайне распространились, И кровопролитие следует за кровопролитием. Помещику однажды в воскресенье Поднес презент его сосед. То было некое растение, Какого, кажется, в Европе даже нет. Помещик посадил его оранжерею, Но как он сам не занимался ею, Он делом занят был другим, Вязал на брюшнике родным. То раз садовника к себе он призывает, И говорит ему, «Ефим, блюди особенно ты за растением, сим, Пусть хорошенько прозябает!» Зима настала, между тем, Помещик о своем растении вспоминает. И так Ефим его вопрошает, «Что, хорошо ли растение прозябает?» Изрядно тот в ответ, «Прозябло уж совсем!» Пусть всяк садовника такого нанимает, Который понимает, Что значит слово «прозябает!» Косьма Прутков Галатам 6, 8 «Сеющая в плоть свою, От плоти пожнет тление, А сеющая в дух, От духа пожнет жизнь вечную!» Притча 14, 2 Идущий прямым путем боится Господа, Но чьи пути кривы, Тот не брежет о нем. В зеленых горах Увидал я снега, И встретил на севере Вестницу юга, В глазах у любимой Заметил врага, В глазах нелюбимой Давнишнего друга. В дом близкий зашел я, Но совесть поправ, Хозяин со мной За беседой ночною, Во всем соглашался, Хотя был я неправ. Кунак или враг, Кто сидел передо мною? Однажды в пустое В стихах написал, А в воздух стрелять Велика ли заслуга? И недруг об этом Мне правду сказал, И в слове его Я почувствовал друга. И ныне с годами Все чаще скорбя, Огню придавая Иные тетради, Как недруг Порой ненавижу себя, И в этом спасение Истинно ради Расунгамзатов. Эфесянов 4,25 Отвергнув ложь, Говорите истину Каждой ближнему своему, Потому что мы Члены друг другу. 2 Петра 2,3 Из любостяжания Будут уволять вас Льстивыми словами. Суд им давно готов, И погибель их Не дремлет. Излицемерились, Потеряли не только Божеский, Но и человеческий образ. Как не быть в войне? Дивиться нужно тому, Что так долго ее нет. Величие мы часто Видим в том, Чтоб ни греха, Ни чуя, Ни вины, Напасть на безоружного Гуртом В потьмах И за угла И со спины. В кощунстве, Там, Где воскиту Святом, Жил мученик В грабительстве Казны. Величие мы В девках видим В том, В чем непотребство Видеть Мы должны. Мы с виду Хоть куда, Хотя не раз Со стороны Подошвы Видел нас Щенок бездомный, Сын пинков И травль. Но в грозных сетях Нам страшнее всех Бунтрос, Ягнячье право, Мертвый лев И хиросимский Маленький журавль. 1989 год. Н. Матвеева. Матфея 23-27. Горе вам, Книжники-фарисеи, Лицемеры, Что вы подавляетесь Окрашенным гробам, Которые снаружи Кажутся красивыми, А внутри полны Костей мертвых И всякой нечистоты. Костей мертвых Костей мертвых